Всем-всем привет! Привет! С вами Татьяна. И канал мой называется Татьяна Беликова. Девочки, как и обещала, покажу, как вязать вот такой носочек без оббития, пяточку, чтобы не было вот здесь у нас дырочек. Видите? И также на носочки. Вот наш носочек закрывается, видите? Дырочек никаких. Один носочки я уже связала, а второй будем вязать вместе с вами. Ставим сначала нашу... Настраиваем машину П5. Делаю разбор иголок. Смотрите, как у меня разобраны иголочки. Верхняя, дальняя фонтура и нижняя фонтура. Вот иглы между иголочками. Видите? Вот они находятся. Вот между игол. Что теперь нам нужно сделать? Мы переводим на H4. Вот здесь, видите, H4. У нас сдвинулись иголочки. Они сдвигаются. На нижней фонтуре мы должны поднять одну иглу. Вот от этих игол две пропускаем. И третью мы вот здесь будем поднимать. H4. Всё. Вот иголочки наши, смотрите, как встали. Вот так. Видно? Я думаю, что видно. Затем мы проведем кареткой и выровняем все наши иголочки. плотность на верхней кареточке 0 и на нижней кареточке 0. Все рычажки опущены. Этот ползунковый рычажок на двоечку. Теперь заправила я ниточку. Сейчас будем вставлять с вами нитку в нашу каретку. Я беру ниточку, опускаю её между фонтурами. Зацепляю вот такой прищепочкой. Потом мы её уберём. Зацепили. Теперь проходим кареткой один ряд. Проходим, девчата. Так, ниточку я вставила. Ага, тут у меня что-то иголочка торчит. Так, самое главное, чтобы нить ни за что не зацепилась. Вот она у меня зацепилась. Сейчас, девчата, я её поправлю. Поэтому сразу проверять надо, чтобы ниточка и лучше желательно внизу её рукой придержать. Провожу первый ряд. Сделала набор ниточек. Петельки мои, видите, как легли? Затем мне нужно повесить оттяжную гребёнку. Вот такую, девочки мои. вешаю гребёночку. Просовываю между наших фантур. тут неудобно, конечно, но ничего страшного в этом нет. И вставляем вот такой наш прутик. Так. Вставив прутик, навешиваем грузики. Проверяем, чтобы вот иголочки не зацепились. Это лучше не спеша сразу проверить. И вешаю два вот таких груза. один грузик и вот он второй у нас грузик. Всё. Навесили. Следующее наше действие, девчата. Мы должны провязать два круговых ряда. Счётчики я ставлю на ноль. Чтобы провязать два круговых ряда, вот эту на ноле. Поднимаем клавишу и вторую парт нажимаем. Всё. Теперь вяжем два ряда. Провязываем, девчата. Ниточку я придерживаю и вяжу аккуратно, не спеша. один ряд. Смотрим, чтобы все иголочки, особенно крайние, у нас провязались. И второй ряд. Провязали. затем опускаем клавишу. Отпускаем вот эту клавишу. Выставляем, мы будем резинку вязать 40 рядов. На плотности два. У меня на верхней каретке два. И на нижней каретке тоже два. и теперь не спеша, очень аккуратно введем нашу резинку. Начальные ряды и смотрим, чтобы были везде провязаны наши иголочки. Особенно крайние вот эти. Лучше сразу их смотреть. Второй ряд. счетчик обнулите и резинку начинаем вот с первого ряда. Все. Теперь вот этот ползунок переводим на первый и ставим H5. P5, то есть, девочки, P5. Вот эту крайнюю иголочку снимаем и вешаем на самую первую петлю. Я лишний ряд провязала, но ничего страшного. Это надо было сразу сделать. Вот как круговые мы провязали ряды. Сразу эту иголочку убираем и переводим P5. Иголки станут друг против друга. И теперь вяжем нашу резинку. я буду вязать 40 рядов. 40 рядов сейчас провяжу и к вам подключусь. Внизу немножечко я придерживаю оттяжку вниз, то есть помогаю рукой не спешим. Видите, потихонечку вяжем. Так. И смотрим вот краевые особенно иголочки, чтобы они были у нас провязаны. у меня 35 еще 5 рядочков. Бывает такое, что именно крайние иголки могут быть не провяжены, поэтому стараемся. 39 я вязала тот носочек первый. Вот этот носочек закрывала на левой стороне пяточку и мысок. Второй носочек мы будем закрывать на правой, на правой стороне, то есть вот на этой. Значит, сейчас 40 ряд я довожу. и мы с нижней фантуры переносим все петельки на верхнюю фантуру с вами. Как мы это будем делать? Девочки, у нас есть вот такой коромысло. Вот при помощи этого коромысла мы перенесем наши петельки на верхнюю фантуру. Вот таким вот образом. Тоже не спешим. вперёд, когда только начинает человек вязать, это всё будут неловкие движения, потому что нету навыка. Но поверьте, немножечко повязав, всё это приходит. Всё это навык, и все движения у вас будут быстрыми и точными. Вот. Вот так вот. Вот здесь у меня не провязано. Вот одна и вторая. Я вижу уже отсюда, что нету не провязана петелька. Как вот я задела её? Сейчас. как она? Надо её поймать. Вот она. Ну вот девчата. там я петельку подняла. Надо быть прям вот внимательно-внимательно. И не спеша вот так вот все наши петельки мы переносим. Кто-то делает это декером, а кто-то коромыслом. Кому как удобно. Мне вот удобно я что-то сразу стала когда вот училась это делать манипуляции коромыслом пользоваться. Мне им более удобно чем декером. последнее последнее петли. все 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 иголочки мы перенесли на верхнюю фонтуру. Теперь опускаем нижнюю фонтуру. я уберу грузы уберу уберу нашу оттяжку буду пользоваться уже коготочками. Ну вот девочки убрала грузики убрала нашу гребеночку я буду пользоваться вот такими коготочками все все мои петельки сейчас находятся на верхней фонтуре теперь что нужно сделать нужно убрать поменять вернее мостик двухфонтурный мы его снимаем и ставим однофонтурный мостик так теперь мне нужно провязать еще 20 рядов ниточку заправляем но плотность у меня будет уже плотность 5 все и носочки я буду вязать на плотности 5 10 ой 20 рядов 20 рядов провязываем потом меняем нашу ниточку на цветную и провяжем два ряда и будем вывязывать уже наши пяточки так пяточку ставлю опять счетчик на нули и провязываю 20 рядочков так ни одной конечно не сподручно я и камера стоит и я стою между камеры и машины первый ряд вяжем 20 рядов 10 рядов провязала переношу наши коготочки девчата переносим их повыше чтобы наши петельки не слетели слежу за коготками и за петельками и вяжу дальше еще 10 рядов так 20 рядочков теперь мне нужно поменять ниточку эту ниточку я обрезаю и буду заправлять в нити вот другую нить так ниточка у меня вот такая супер вошь девочки она и та и та супер вошь только верх я вяжу беленькой а сам носочек цветной вставляю нить вот она каретку провязываю один ряд провязала здесь я сделаю узелок и повешу прищепочку так вывязывать будем пяточку на том носочке пятка вязалась с левой стороны значит мы будем вязать с правой стороны у меня на пятку идет 33 петли значит каретка справа слева 33 петли выводим переднее нерабочее положение ставим частичное вязание вот этот рычажок раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 33 вот эти две мы тоже закрываем и будем вязать теперь пяточку как мы вяжем пятку со стороны каретки мы будем закрывать петельку сейчас закроем здесь проходим ряд закрываем там проходим сюда ряд закрываем вторую сейчас все покажу и у нас путем обвития не будет дырочек первую вот мы закрываем она автоматически видите где рабочая нить под ней она ее обовьет автоматически вот провязываем сейчас так чтобы камера у меня не упала вяжем девчата ниточку я вот ниточку вот эту ниточку рабочую я немножко придерживаю чтобы не было никаких провисов видите она обвила нашу иголочку ниточкой теперь с этой стороны то же самое делаем выдвигаем нить одну иголочку в переднее положение они рабочие и вяжем назад следующую и так будем выдвигать по 11 петель 11 с этой стороны 11 с этой стороны и 11 у нас останется по середке вяжем 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 одна еще одна закрываем четвертая петля петелька с этой стороны закрываем пятая петелька поднимаем когаточки видите уже начинает провисать наша как бы пяточка когаточки поднимаем поднимаем чтобы не было провисов иначе могут петельки наши просто спрыгнуть все выдвигаем иголочку и провязываем выдвигаем провязываем выдвигаем провязываем выдвигаем провязываем и так до по 11 петелек считайте 1 2 3 10 еще закрываем здесь одиннадцатую и здесь считаем 1 2 3 10 здесь 12 с этой стороны еще одну закрываем все 11 закрыли 11 закрыли и вот она пяточка 11 теперь что делаем теперь будем задвигать задвигать постепенно по одной также со стороны кареточки вот так берем задвигаем в работу теперь с этой стороны задвигаем и вяжем ничего страшного нет я рукой придерживаю видите пятку сам вот она выходит уже сюда у нас перевешиваем так вот здесь почему-то порвалась что ли ли узелок здесь сейчас посмотрю да девочки здесь у меня вот так сейчас мои хорошие здесь у меня порвалась почему-то 1 петелька девочки у меня вот здесь порвалась ниточка но ничего страшного я вот завязала узелок из вот с этой с последней иголки вот с этой взяла из под протяжки и сюда навесила она пойдет она уйдет в шов у нас ну и такой бывает видите в матке порвалась нитка хорошо на краю порвалась они где-то там в серединке так мы теперь вводим до вводим 369 ввели 369 вводим вот здесь вводим продолжаем дальше нашу пятку и такое вот случается хотя у меня такое не случалось ни разу этот первый раз такое произошло что раз и порвалась нить ну не страшно мне кажется это закрываем так так мои хорошие закрываю вот этот иголочку и вот эту и все на этом пятка будет наша вывязана закрываем и возвращаемся вот эту как бы обовьем вот эту вот иголочку немножко выдвигаем там не было дырочки все убираем наше частичное вязание и сейчас вяжем с вами шестьдесят шесть рядов шестьдесят шесть рядов можно выдвинуть вот здесь тоже наш крабики вешаем повыше так ставим счетчик по нолям один ряд я вот провязала сейчас вот он ряд второй ряд что я хочу вот эту ниточку вот эту я хочу заправить вот эти сейчас мы их обовьем и они провяжутся вяжется нитка вот и вяжем все а этот хвостик я обрезаю надо было и вот эту ниточку таким же образом спрятать но не спрятала неважно я ее спрячу ниже в шов и так вижу шестьдесят шесть рядочков не забываем про наши коготки провязали рядков там 10 и и перевешиваем их повыше чтобы не слетели особенно вот крайние петельки чтобы они у нас никуда ведь они топорщица начинают поэтому коготочки вешаем оттяжка нужно обязательно вяжем дальше я провяжу 66 рядов и снова к вам подключусь и так мои хорошие я провязала на счетчике у меня 66 рядов 33 петли слева от каретки я вывела в переднее нерабочее положение ставим рычажок на частичное вязание и начинаем закрывать наш мысок точь-точь также как мы закрывали пяточку вот один в один выдвигаем первую петельку провязываем с этой стороны тоже выдвигаем всегда со стороны каретки и у нас получается авто обвив дырочек уже не будет не нужно обвивать наши петли вручную по 11 петель закрываем так коготочки поднимаем выше 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 не забываем чтобы у нас петельки ни в коем случае все были провязаны бывает и петля слетает не надо пугаться это не страшно все можно потихонечку исправить поднять петельку но это все приходит с опытом сразу конечно не получается у нас считаем 369 10 с этой стороны еще одна петля будет закрываться здесь 1 2 3 10 13 1 закрываем и здесь закрываем и получаем 1 2 3 10 11 11 здесь 11 здесь и 11 вот они по середке так провязываем сейчас девочки и теперь вводим в работу наши иголочки со стороны каретки видите уже вырисовывается наш мысок и он прям вот поднимает полотно поэтому обязательно навешиваем коготочки вот в обязательном порядке так раз два три 4 5 15 до так остается чуть-чуть закрываем закрываем и провязываем вот сюда до середины кареточку все мысок наш готов мы сейчас обрезаем ниточку и что я делаю дальше я дальше провязываю бросовой нитью и сшивать я буду так хвостик я оставляю подлиннее я его обрезаю вот он хвостик наш вот такой прямо длинненький не жалеючи обрезала чтобы сшивать потом носочек так и будем сейчас набросываю ниточку провязываем только надо взять ниточку от отличающую от самой этой так сейчас мои хорошие я возьму тут тут у меня беленькая есть будем вязать так вот я взяла бросовую нить подальше камеру поставлю то мне очень неудобно вставляю ниточку и вижу несколько рядов рядочков вяжу бросовой нитью здесь узелок что ли провяжет провязала достаточно обрезаю ниточку но не снимаю пока с машины просто уберу наши коготочки и выведу эти иголочки в нерабочее переднее положение а те иголочки вот эти мы с вами тоже сбросим на бросовую нить беру ниточку другого цвета ну вот взяла ниточку другого цвета и тоже провязываю вот здесь у меня будет синенькая ниточка все девчата снимаю сейчас обрезаю она у меня сама уже снялась хвостики так сейчас вам покажу вот девочки наш носочек вот пяточка видите никаких дырочек нету и вот наш мысок с вами который мы сейчас только провязали вот он сейчас я пойду от парю носок и вот потом сниму сбросовые нити на две спицы здесь и здесь при помощи третьей спицы и эти петли закрою мне так удобнее можно закрыть на машине одеть одну сторону лицом к лицу потом вот эту сторону лицом к лицу и провязать и вот этот шов я буду закрывать матрасным швом все за отпарю сейчас зашью и итог вам покажу готовые носочки ну вот я сшила швы вот отсюда идет шов и сюда носочки готовы мерить не буду потому что у меня размер намного меньше здесь больший размер ну выглядят они вот так симпатичные теплые носки всем отличных петелек вяжите и пусть у вас получаются самые красивые самые удобные носочки а с вами была ваша татьяна и всем до новых встреч пока 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 не